все-таки она прекрасна про рамголь с марином сегодня обзор этапа 11 2021 года тур де франц ну что значит обзор лишь пару слов скажу тут обсуждали мы как всегда вес аэродинамику и сегодня еще и про гонщиков поговорим но иногда меня посещают люди с какими-то очень-очень странными мыслями оторванными от велоспорта на мой взгляд то есть пишут вот ты всегда говоришь про вес про аэродинамику и ребята велоспорт велосипед там какой-то третьей плоскости не нашли или четвертой плоскости они до сих пор самое важное что них требуется особенно в сегодняшнем этапе который был испещрён подъемами на мон ванту и там вес важнее всего был при средней скорости 20 километров в час на некоторых местах этого подъема там вес становится самым важным фактором до вес не все то есть это он имеет значение огромное значение психологическое значение об этом всяких журналах в том числе байк радар пишут что вот несмотря на наши модели которые просто ну грубо говоря пустышки потому что это до сих пор модели не в реальных условиях были рассчитаны гонщики скорее всего в массе своей будут смотреть как бы где сэкономить вес потому что байки при этом чувствуются при управлении по-другому то есть гонщик нравится это чувство и тут у здорового психический человека должно стрельнуть что то что тебе нравится то есть вы должны себе представить что это работники в конечном итоге это просто их работа в первую очередь не один человек просто так бесплатно тем заниматься чем профессиональные велогонщики заниматься он не будет то есть они рискуют жизнью они рискуют всем грубо говоря то есть и каждом этапе нужно быть готовым к смерти сколько сейчас по моим вот на спуске были скорости достигнуты больше ста километров в час ну понятно что там широкая дорога была и относительно все безопасно но только относительно потому что любой воробушек который может вылететь может все перетерпнуть и вот эти работники также наверное как и кто-то из вас приходит каждое утро встает на работу приходит и на свое рабочее место идет в данном случае это велосипед и улица иногда это четыре стены и звифт у команд которые достаточно бюджетом не обладает чтобы по миру колесить там где будет жарко и там где инфраструктура достаточно безопасная но в основном вот это велосипед это его рабочее место и оно должно быть уже куча исследований по этому поводу было эргономичным то есть комфортным где-то на экране монитора должно быть должен прилеплена фотография семьи как-то все это должно быть уютно и такой велосипед который будет управляться лучше даже по чувству даже если он по моделям будет медленнее там все равно будет лучше потому что и мы здесь от уходим от технической части и приходим к гонщику его психология в течение трех недель жарить себя просто до издыхание это то что в конце концов решает то есть все происходит в голове и если психологическое здоровье ментальные силы еще не покинули гонщика то он все еще может что-то изменить он все еще может принести результат если сломался если прокололос колесо его можно очень быстро изменить если сломал что-то здесь если гонщику в голову закралась мысль о том что он едет не на самом лучшем велосипеде а если не знаю те же роторы будут скрипеть задевая а колодки постоянно чик 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 после спусков вот как сегодня были там пару мест было где нужно было хорошенько оттормозиться если после спуска разогретые роторы начинают свербеть колодки все это психология да это не знаю микроскопическую долю вата будет забирать но что самое большое это будет забирать здесь где-то в голове и мы говорим вот о весе пожалуйста велосипед богачара он на полкило тяжелее чем мог бы быть официально и никто бы ничего не сказал он на полкило тяжелее то есть производитель кальнага дал байк который будет возить с собой пол килограмма мертвого веса реально у нас есть лимит по которому когда-то даже в избухали гонщики и производители 6 8 килограмм 20 лет больше 20 лет тому назад этот лимит установили пора бы уже передумать уже новые технологии баба баба у нас до сих пор даже несмотря вот на эти в избухании имеется велосипеды который превышает этот лимит причем значительно и вы подумайте полкилограмма вопрос вроде как не самый важный особенно в случае погачара но просто в этом этапе он впервые показал слабость хоть и небольшую не смог ответить на атаку и не смог удержать колесо полкилограмма 1 1 этапе возможно не самая важную роль будут играть в пятнадцатом этапе возможно более важно потому что эти полкилограмма этот гонщик возит абсолютно каждый этап изо дня в день и это то что вот эти секундочки так все-таки набирает вы посмотрите топ-10 там после погачара у всех пять минут чем-то пять минут и несколько секунд то есть вопрос тумбочки решается вопрос тумбочки решается грубо говоря производителем просто это это настолько простые вещи и вот это конечно здесь я говорю о профессиональных велогонщиках кому кому важно каждая секунда говоря любители можно конечно пренебречь этими килограмм или 500 граммами можно доплатить побольше и килограмм еще взять с собой домой то есть будет больше велосипеда это вроде хорошо то есть ты получаешь больше товара за одну и ту же стоимость ну или чуть подороже может быть кто-то вот именно такое соотношение цены и того что он получает ищет но это было все от меня на сегодня посмотрим что завтрашний день нам принесет может быть завтра даже не выйдет видео про этап потому что у меня презентация но я не оставлю вас без видео завтра будет вот ну вообще очень-очень супер мега важно и поэтому подключайтесь обязательно с утречка